Вы в курсе, что в случае есть врачи-гириатры, специалисты, которые продлевают активную жизнь пожилых людей? Здравствуйте, я Инга Габеш и это программа «В курсе». В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Тема сегодняшней программы затрагивает интересы сочинцев преклонного возраста, которым необходима именно комплексная медицинская помощь и зачастую из-за целого букета приобретенных заболеваний. А такую гириатрическую помощь на территории Большого Сочи оказывают чуть ли не в одном лечебном учреждении, а именно в городской больнице номер 7, расположенной в Адлерском районе, в совхозе «Россия». Она открылась в 1954 году. Один из немногих в городе врачей этой специализации сегодня гость нашей программы – это Давид Леонович Аганян. Здравствуйте, Давид Леонович. Итак, врач-гириатр или, как еще говорят, возрастной врач, специалист по лечению больных пожилого и старческого возраста. Специальность эта довольно редкая. Почему? Ну, смотрите, вообще гириатр что такое? Это стариков лечения, так переводится с греческого. То есть врач, который лечит пожилых людей, как вы уже сказали. То есть почему редкая специальность? Вообще гириатрия, как самостоятельная единица наука, она начала зарождаться, по крайней мере, у нас в России, в конце 80-х, начало 90-х годов. Так было. Ну, тогда был тяжелый период нашего времени, и немного специалистов удалось готовить в то время и сейчас. Но сейчас эта специальность набирает обороты. Как бы уже недавно был единственный гириатр, сейчас уже не единственный. То есть как бы вот так вот. То есть коллег прибавилось у вас? Кроме этого, да, сложность, сама специфика вот этой специальности гириатрия с пожилыми людьми – это сложное общение, как бы тяжелая профессия. И немногие молодые специалисты, они хотят прийти в это поприще. Но я надеюсь, что ситуация меняется, потому что мы не забыты, как бы, да, нашим здравоохранением, нашим правительством, идет финансирование, и мы развиваемся. Я думаю, что скоро нас, гириатра, будет не так мало. А в чем же отличается, чем отличается гириатр от терапевта, который, в принципе, тоже может лечить пожилых людей? Да, ну, фактически сродные профессии, но все-таки, да, специфика лечения больных старческого, пожилого возраста, да, после 65, после 70, да, и мы сталкиваемся с пациентами, которым и за 80, и под 90 и так далее. Они немножко другая, да. То есть здесь что происходит? У пожилого человека нету одной какой-то болезни. Всегда есть совокупность нескольких патологий, да, то есть 3-4 иногда заболевания. Это и ишемическая болезнь, да, и гипертония, и сахарный диабет, какие-то другие эндокринологические патологии. То есть все это надо учитывать в лечебном процессе. Даже подбор каких-то медикаментов, она требует определенного знания, вот, и специфики больных, и нужно всегда обращать внимание на побочные действия лекарств, которые у пожилого человека, они всегда более выражены, чем, как бы, вот, у обычного человека среднего возраста. Театр выписывает лекарства так, чтобы одно не мешало другому. Да, то есть иногда... Не было побочных эффектов. Да, конечно, это обязательно фактор. То есть и здесь нам нужно учитывать, да, то есть вот, если там, например, кардиолог, он выпишет свое, да, там, какой-то эндокринолог свое, а здесь мы уже что-то стараемся варьировать, как-то корректировать лечение для этих пациентов. То есть в этом и есть особенности лечения пожилых людей, да? Конечно, и фармакотерапия, да, фармакология, то есть все это учитывается. То есть у больного, может быть, и недостаточность почечная, да, это надо учесть. То есть, ну, вот просто так, наобум, здесь очень опасно. И плюс к этому, при лечении пожилых надо учитывать такие моменты, что даже ургентные какие-то состояния, тяжелые, можно легко, очень легко пропустить, потому что стерта клиническая картина у пожилого пациента. Это, кроме этого, диагностический поиск, он всегда осложнен, потому что иногда сложно наладить контакт, просто контакт с пациентом, он не может четко объяснить свои жалобы. Это тоже надо учитывать. То есть здесь надо быть и немножко еще психологом, психиатром. То есть если спрашивают, что болит, наверняка отвечают, что болит все. Да, это самый распространенный момент такой. Часто врачи говорят в ответ на жалобы пациентов, ну, что вы хотите, возраст уже. Вот принимает ли эту фразу гириатрия? Можно ли вылечить старого человека или вот нужно смириться со своими болячками? Смотрите, очень важный момент такой, да, можно так сказать, что никто в мире, еще ни один человек не жил вечно. Да, все когда-то умирают. Но другой вопрос. Жить комфортно, да, человек, он может и в старости, но мы сразу не стареем, да. Человек идет с молодого, средний возраст, потом пожилой и старость. Поэтому здесь нужно обратить внимание на средний возраст, когда вот эти болезни, они начинают зарождаться, и профилактические меры предпринимать именно в этом возрасте. Что касается уже пожилых людей, очень часто приходят люди, не следят за собой, да, в среднем возрасте, и уже к старости имеют серьезные патологии, серьезные болезни. Вот, ну, нет, ни в коем случае нельзя сказать, что мы вот так вот относимся. Это и есть наша прерогатива, чтобы пожилым пациентам помочь в меру своих возможностей. Всегда. Иногда бывает так, что просто добрым словом можно помочь, и это тоже очень важно. Но мы никогда не отказываем и в лечении, и в диагностическом поиске, то есть полный комплекс обследований, что необходимо, мы все делаем, выявляем. Кстати, да, какие методы лечения, помимо доброго слова, применяете? Да, смотрите, что касается нашей больницы, да, здесь у нас, ну, мы оказываем полный спектр медицинских услуг, то есть, ну, естественно, как и любая больница, у нас есть таблетированные препараты, инъекционные, мы ставим капельницы и так далее. Кроме этого, у нас есть ультразвуковой сканер оборудования, я тоже являюсь врачом ультразвуковой диагностики параллельно, то есть там мы проводим полный спектр обследований, то есть эхокардиографией я занимаюсь, то есть обследуем сосудов, это всем смотрим обязательно. Ну, естественно, внутренние органы, чистовидная железа, это УЗИ, современный кардиограф у нас есть, физиолечение, то есть, ну, вот сколько возможно. Кроме этого, при необходимости привлекаем узких специалистов для консультаций, то есть это обязательно. Ну, и оборудование, конечно, очень большую роль играет о том, что все условия в медучреждениях должны быть предоставлены людям пожилого возраста, об этом говорит и наш губернатор Вениамик Кондратьев, и о том, что старшему поколению почет и уважение об этом он тоже неустанно говорит. И вот, кстати, об условиях медучреждениях глава региона говорил в Краевом госпитале, где непосредственно лечат фронтовиков. Предлагаю послушать, что он говорит. Форму мы придали красивую, то есть внешне и внутри медицинское учреждение очень достойно выглядит. Понятно, что и стены помогают, но дома. А здесь, в первую очередь, должно, наверное, помогать оборудование, современное оборудование. Да, оно не дешевое. Но нет ничего, наверное, дороже, чем жизнь их, ветеранов. Все они должны быть с нами. И вот как раз действительно вы только что рассказывали о том, какое у вас есть оборудование, какие методы лечения вы применяете. Что можете сказать в продолжении комментария губернатора? Правильные ли ориентиры он? Ну, конечно, это правильно. Вениамин Иванович Кондратьев, естественно, правильные ориентиры взял. То есть идет развитие у нас, как и в целом по России и в нашем регионе в частности. И это видно. Уже как бы можем даже привести некоторую статистику по средней продолжительности жизни населения. А это уделение большого внимания пожилым людям, прежде всего. Вот по вот этим вот губернаторской программе. Например, такие вот небольшие статистические данные могу привести. Что касается в целом Российской Федерации. То есть здесь лидер по продолжительности жизни у нас это Республики Северного Кавказа. Это Ингушетия. То есть здесь у нас 79 лет средней продолжительности жизни на первом месте. А наш Краснодарский край, и это очень почетно, 72 года продолжительности жизни. Это 10 место, есть более чем 80 регионов. То есть это говорит о том, что мы на правильном пути. Это фактически так. Здорово. Но есть куда стремиться нам. Однозначно. Да, обязательно, потому что средняя продолжительность жизни в России все-таки немножко отстает от других стран. То есть в частности Япония больше 83 лет средняя продолжительность жизни. И у нас есть куда расти, куда на кого ориентироваться. Что касается нашей больницы, то есть еще в подготовительный период к Олимпиаде, то есть какой-то произошел у нас и капитальный ремонт мы делали. То есть поменяли новый ультразвуковой скандер, нам был предоставлен. То есть как бы фактически мы тоже развиваемся. Естественно, у нас больница небольшая, и как бы до такого краевого уровня мы не дотягиваем. Но все-таки, что возможно, делаем по мере своей возможности. Старость, в принципе, всегда и везде она одинакова, однако уровень здоровья современных пожилых людей, вот каков он? Есть ли статистика? Может быть, они стали чаще, чем полвека назад их сверстники, страдать какими-то заболеваниями. Как влияет на это современный темп жизни, особенности быта, питания? Да, это очень влияет. За последние даже, ну не полвека, даже за последние вот 100 лет фактически ситуация начала меняться. То есть сейчас люди живут в комфорте. Вот эти все болезни на сегодняшний день, от которых умирает человек в основном, это болезни вот этого комфорта, комфортных условий. То есть мы стали меньше двигаться, мы мало ходим, у нас появилось много пагубных привычек. То есть это злоупотребление алкоголем, это сигареты, то есть тот же малоподвижный образ жизни. И как результат это ожирение, это диабет, это гипертония. И все это в конечном итоге вот приводит к этим вот болезням, которые вот пожилого человека, они могут быть, это естественный процесс, но они уже у людей и 40-50 лет, то есть они присутствуют. Вот так и сказывается современный темп жизни. Да, да. Ну а как попасть к врачу-гириатру? Нужно ли какое-то направление от лечащего терапевта? Как все происходит? Смотрите, что касается конкретно нашей больницы, у нас вот гириатрические койки есть, то есть фактически они почти ничем не отличаются от терапии. То же самое. Человек приходит в поликлинику к врачу, к своему там, например, терапевт тот же, да, он направляет к нам пациента с направлением. Иногда мы созваниваемся с нашими терапевтами, с поликлиническими, по месту определяемся, когда, что за больной, как. Они приходят, мы лечим. Кроме этого, мы никогда не отказываем в частной консультации. Люди иногда приходят просто к нам, да, консультируются, потому что мы находимся вот в совхозе России, да, там такое обособленное место. Вы знаете, вот староверы, мы с ними сотрудничаем, они к нам приходят, лечатся, никогда нету отказа в помощи. А правила у вас, как и во всех больницах, вы лечили и выписали. Как долго может находиться пациент в больнице? Ну, смотрите, на койках гириатрии обычно это 10-15 дней, да, ну, 8-10, да, как обычно и в терапевтических. Вот. Что касается, у нас, кроме этого, есть койки с сестринского ухода, то есть это больные более длительного пребывания. Обычно это больные, ну, как бы нуждаются в лечебном процессе, но больше нуждаются в уходе. То есть это постинсультные больные, больные с болезнью, там, Альцгеймера, с деменциями различными. То есть которые лишены заботы дома? Да, или которые по каким-то условиям, да, они не могут в настоящий момент находиться дома. Они могут лежать и месяц, и два, и три бывает. Потом куда-то, кого-то мы отправляем в дом престарелого, да, кого-то, кто-то домой, условия меняются и так далее. Вот такая ситуация. Ну, а чтобы максимально долго сохранить свое здоровье и не думать о старческих болезнях, вот нужно ли обращаться к врачу-гириатру в профилактических целях? Вы говорили, что да, нужно вести профилактику. Ну, вот еще раз давайте повторим. Да, вот профилактика – это превыше всего. То есть, ну, кроме гириатров, у нас другие врачи, они пропагандируют здоровый образ жизни. Но гириатры в особенности, потому что мы потом боремся вот с этими осложнениями, которые допускаются в среднем возрасте. И мы все время говорим про профилактику. Ну, вообще, в каком возрасте можно себя считать пациентом врача-гириатра? Когда стоит обращаться? Ну, еще раз я говорю, да, вот, например, человек даже в 45-50 лет уже может иметь признаки преждевременного старения. Это факт. А есть люди и в 70, и в 75, и в 80 лет, да, они довольно активно образ жизни ведут. Это факт. Вот, например, могу привести такой пример. Мои дедушка и бабушка, которым уже под 90 лет, они ветераны Великой Отечественной войны. Оба. Они ведут прекрасный, активный образ жизни, да, они активные члены общества. Благодаря чему? Благодаря тому, что они смотрят за собой, слушают мои советы, да, они пьют лекарства, какие нужно, когда нужно. То есть постоянная профилактика. То есть это очень важно. В таком случае советы врача-гириатра всем нашим сочинцам преклонного возраста. Еще раз говорю, у нас наше здравоохранение, да, имеет минусы свои, но плюсов больше. Просто взгляните немножко в прошлое. Многие люди забывать стали, что было 10-15 лет назад, да. Наше здравоохранение развивается. Какое оборудование, какие специалисты сейчас прекрасные, да. То есть все приезжают к нам в город и дивятся, да, вот этим вот новым клиникам нашим. Не бойтесь, идите к врачу, обращайтесь. Это очень важно. И доктор всегда вам уделит время. И расскажет, что нужно, как делать, какую профилактику проводить. Ну все же, что именно? Вести здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни. Да, обязательно. Ходите, больше двигайтесь. Постоянно мы в автобусах, общественный транспорт, на личных автомобилях, да. Иногда оставьте, пройдите пешком. Пойдите несколько километров в день, никому не вредят. Смотрите за тем, что вы кушаете. То есть, да, сейчас у нас нету голодных уже, да, слава богу, в стране. Но есть люди с избыточным питанием. То есть, они едят больше, чем это необходимо. Это факт. Смотрите за своим рационом. Не злоупотребляйте высококалорийной пищей. Сидите за своим весом. Померьте давление. Сейчас у нас в каждой аптеке можно давление померить. Если вы обращали внимание, да. Совершенно бесплатно. Просто. Если вы заметили, что есть высокое давление, обратитесь к врачу. В первую очередь. Вот это основное. А больше ничего. Это все банально, но это действенно. Ну и поддерживаем хартию города. Не курим. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Курение – это первый наш враг. Сам я не курю, никому не советую. То есть, и нашим врачам всегда говорю. Пациент смотрит на врача. Если врач курит, как вы ему будете рассказывать о вреде курения? Если врач полный, да, с ожирением, как вы ему будете рассказывать о правильном питании? То есть, следите за собой. Каждый должен начать с себя. Это важно. И еще, Давид Лимонович, я отмечу, что в вашей горбольнице номер 7 всегда отмечают, что проблема обеспечения достойной старости, продление активного периода жизни людей пожилого возраста и сохранение их способности к самообслуживанию – это главные задачи не только общества в целом, но и каждого врача в частности. Ну а что вообще такое старость и когда она наступает? Для ответа на эти вопросы у специалистов-гириаторов есть вот такое деление. До 45 лет человек считается молодым, 45 по 59 лет – это зрелый возраст, 60 до 74 – пожилой, 75 до 89 – старческие, 90 лет и выше – долгожители. Кстати, сейчас насчитывается около 700 миллионов пожилых людей. Средний возраст жителей Земли неуклонно возрастает. И эта тенденция позволяет прогнозировать увеличение потребностей в гириатрической помощи в ближайшее время. На этом все. Давид Леонович, вам спасибо за интереснейшую беседу, спасибо, что нашли время поговорить с нами на эту важнейшую тему. Успехов вам в работе. Спасибо большое. Спасибо. А нашим зрителям напомню, что нужно быть в курсе всех событий, которые проходят в нашем городе. И всем успехов и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!